доброе утро команда поставьте плюсики как слышно проверка связи раз 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 отлично всех приветствую всех новичков приветствую кто нас впервые пришел на планерку есть такие поставьте единичку кто первый раз нас на планерке с вами сегодня лилия донскова совершенно не выспавшаяся потому что ночевала не дома у родителей к нам приехал из москвы мой брат родной с детишками как некоторых из них я видел первый раз поэтому это вообще очень крутое приключение неожиданное как всегда на нас свалился как снег на голову вот ну и мы решили тоже подыграть и уехали вчера спонтанно совершенно и вы только сейчас вернулись как настроение ребят давайте по десятибальной шкале поставьте пожалуйста вообще свое состояние настрой если у вас вот такое как на этой картинке только вперед разбираться вникать суть бизнеса как говорится не шагу назад не шагу на месте а только вперед и только вместе с командой правильно ну ведь как по традиции у нас с вами хвалилка давайте делаем хвалилку как у вас прошла первая неделя каталога чем вы особенно довольны что вы еще можете лучше делать у него даже соточка отлично супер рассказывайте о первая неделя как у нас всегда заведено мы праву проводим анализ каталога ставим план на новый каталог и разбиваем его на три куска на три части вот первая часть это первая неделя у кого планы выполнены признавайтесь кого хвалить я вам хотел статистику показать по команде на счет сайт не работает пишет мне что будет чуть позже обновления произойдут у нас там показывает что уже по команде пять новых званий то есть кто-то впервые прям вышел на новый уровень мы конечно же вчера и поздравляли мы даже знаем кто это ну не всех конечно я сейчас не буду называть чтобы кого-то до выделиться кого-то нет напишем в чате пять новых званий за неделю уже открыто я вас поздравляю у нас команде уже около 40 новичков пять киу рекрутов так помню по памяти но не помню сколько рекрутов на первой неделе очень хорошую активность показала вы знаете ребят тут есть такие люди среди вас кто стесняется говорить что он работает в oriflame есть или нет признайтесь мне прямо вот интересно потому что я раньше стеснялась если честно она наверное это нормально когда ты не совсем уверен в себе пока нет результата это возможно то что ты немножечко не говоришь об этом в открытую так частично план выполнен а мы вчера тоже перед отъездом я успел несколько каталогов раскидать я все время их забираю потом опять сразу отдаю мне знаете какой принцип домой не возвращаться с каталогами то есть чтобы они не лежали каталог должен жечь руки мне это привили вот эту фразу что каталог должен жечь руки еще вот с первых как говорится дней когда у меня был интерес появился интерес что значит каталог должен жечь руки он не должен у вас лежать в сумке или дома на полочке он должен ходить по рукам он должен быстро перебираться от одного человека к другому каталог должен приносить деньги он так устроен что специальные люди психологи дизайнеры работают над каталогом чтобы его создать вот именно таким как это говорится чтобы он был самодостаточным чтобы каталог продавал без вашего участия ваше участие это только его отдать донести передать из рук в руки а дальше он сам все сделает согласно ну вот мы тоже раздали каталоги знаете вчера как понеслись заказы ну конечно все хотят тушь у нас вчера в заказе получилось 31 тушь и много много разных там мыло помелочи знаете все берут что-то маленькое и и тушь что-то маленькое и тушь потому что на одну тушь нужно обязательно один продукт поэтому знаете стесняетесь вы или нет это конечно ваше право но пройдет если вы горите делом горите желанием чтобы получилось естественно оно и успех придет и уверенность дома практически бывает такое что даже одного нет каталога чтобы просто сделать заказ вчера заказ делали по электронному каталогу вот очень круто молодцы смотрю у машины спой начало работать горячая такое будет из по очень круто хорошо еще у кого какие достижения тушь конечно рулит она вообще всем нужна так колес частично план выполнен на недельку на цене но еще в принципе хорошо стартанули это прогнозируемо в принципе потому что новогодние каталоги всегда очень мощные поэтому я рекомендую не расслабляться и не думать что она сама по себе будет также и продолжаться учитывайте что праздничные месяцы продажи у всех идут хорошо и в магазинах в том числе и у нас главное кто нам не сидит просто тогда на плоской попе у того дела идут хорошо ребят а что вы можете еще сделать еще лучше у нас впереди целых две недели что вы подумайте сядьте посмотрите свои планы свои действия за неделю что вы делали посмотрите что у вас особенно хорошо стало получаться и подумайте а что вы можете сделать еще лучше вот еще больше еще эффективнее есть такое ну-ка пишите в чате нам нужно с вами научиться выполнять три простые правила я думаю вы уже все да как как заезженная пластинка знаете эти правила трех п пользоваться продукции приводить друзей и людей на презентации на общении со спонсором и обучаться потому что обучение глава всему что если человек не не учится не погружается в командную атмосферу он вообще в бизнес не изучает его тонкости то естественный процесс какой будет то что человек сдуется и не получит никакого результата а те люди которые начинают вообще с нуля даже может быть некоторые с минуса начиная то есть вообще полное отсутствие знаний компьютера и каких-то бизнес правил отсутствие полного опыта работа в сетевом маркетинге то есть я это называю да с минуса начинает но если такой человек каждый день изучает смотрит тренинги видео изучает сайт для новичка выполнять все задания то такой человек может опередить даже продвинутого хакера который да знает хорошо компьютер но он нифига ничего не понимает как размещать рекламу сколько где какую как отвечать на отклики без принципе у нас с вами задача какая стоит основная саморазвиваться и применять на практике не боясь наделать ошибок и не боясь дать что-то кого-то испортит ребят вы не бойтесь никого испортить вы знаете я когда начинала мне туровский говорит мой спонсор тебе уже можно самой проводить презентацию надо пробовать нет 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 я не готова да я еще сто пятьдесят раз твою презентацию послушаю он говорит нет ты начни если не получится ничего страшного тебе надо начать учиться мои первые презентации были отвратительные все люди уходили у меня не было ни одной регистрации я плакала просто от ужаса меня колбасило и трясло я жутко переживала я все время все путала и забывала что-то сказать но благодаря тому что эти люди которые приходили послушать информацию о работе они сидели слушали позволили мне на них потренироваться то есть были некими тренажерами благодаря им я научилась говорить я научилась проводить презентацию научилась понимать людей слышать их слушать и доносить информацию до каждого индивидуально потому что все люди разные кому-то нужно показать что-то да совсем немножечко приоткрыть занавес чтобы человек не испугался не убежал а кому-то нужно показывать масштабы и большие цифры чтобы человек сразу загорелся понимаете о чем я поэтому я вам хочу еще рассказать чем вы быстрее начнете сами говорить со своими людьми проводить собеседование с их гостями кого они приглашают когда вы начнете объяснять сами вот эти простые вещи как сделать заказ какие выгоды для новичка рассказывать про программы всевозможные которых у нас огромное количество тогда только вы научитесь тогда только у вас появится уверенность мощь сила адреналин и пойдет успех у вас начнет расти команда я могу привести вот яркий пример вот прям свеженький когда новенькая команда буквально уже второй каталог мы работаем с наталья гришиной и вот наталья взяла ответственность на себя увидев да что я не успеваю не справляясь и она стала сама провела первое собеседование личная первая регистрация сама стала рассказывать как делать заказы сама со своими людьми делает заказы и буквально вот за выходной уже почти 700 баллов просто потому что стала делать сама перестала надеяться на меня ребята когда вы сами начнете все делать сами не бойтесь наделать ошибок вы должны понимать что ошибки делать вы просто обязаны вы на них должны научиться ребят но нельзя научиться на чужих ошибках вы можете их слушать понимать но пока вы не наработаете личную чуйку личную чуйку то есть вы должны понимать как вы говорите с людьми вы должны иметь этот опыт пока вы его не наработаете вы не сможете двигаться дальше почему кто-то быстро растет посмотрите вот яркие примеры быстрого роста ну например у нас надежда санникова аня васильева яна бельская джимиля горбатка кто вот на слуху да вот самые такие яркие с кем мы вот больше всего общаемся учимся по их роликам как они быстро выросли посмотрите они только пришли а уже у них звание золото бриллианты закрыт у кого-то закрытое у кого-то открытое звание бриллиантов что они делают они с первых дней взяли инициативу на себя и сами говорят сами алена иван родионовы тоже сами и все записывают не стесняются выкладывают это в общий доступ чтобы люди слушали учились смотрите какой колоссальный рост хотите такого роста чтобы за год одно два три звания выставлять только говорить только брать и говорить и не надеяться на спонсора вы знаете есть такое выражение на бога надейся сам не плашай и вам тоже могу сказать про спонсора на спонсора надейся но сам не плашай ведь это ваш личный бизнес вот когда вы это проживете на 100%, когда вы будете, вот знаете, вас будет переть прям, что это мой бизнес, это мой интернет-магазин, это мои результаты. И не смотрите вверх. Ребят, вам все время должно быть ну не то, что совсем безразлично. Не важно, что наверху. Для вас, в принципе, не важно, что наверху. Если ваш спонсор вас вдохновляет и помогает, круто, просто скажите ему спасибо и делайте свой бизнес. Если спонсор не вдохновляет, может быть, он не активный слишком, да, как вы, вы ему просто должны сказать спасибо за то, что показал дорогу в бизнес, за то, что дал какую-то информацию, которая помогла вам принять решение, и вы не испугались и пошли в этот бизнес. Ребята, я хочу до вас достучаться, до каждого, что не спонсор вам строит бизнес, спонсор информационный. Еще раз повторяю, мы информационные спонсоры. Мы должны только обучить, подсказать, направить, поделиться опытом, посмотреть, правильно вы делаете или нет, но вы сами строите свой бизнес. Это вам будут платить премии, и вас будут вывозить на конференции за границу. Понимаете? А что у спонсора? Это уже его вопросы. Настыг он нового уровня или нет? Вообще не смотрите никогда к спонсору, как говорится, в кошелек. Вы делаете свой бизнес. Если он что-то с вас и получает, какие-то проценты, это круто, да, супер, он молодец, значит, он что-то тоже делает, за что ему компания платит. Он вас привел, он вам показал дорогу еще каким-то людям, он делает личный товарооборот. И у нас потрясающий маркетинг план, то, что вы можете, любой из вас может взять и обойти своего спонсора по уровню. Любой из вас, любая. Еще раз, я прям хочу, чтобы вы поняли, ребят, вы можете обойти и меня, и Туровского, и наших вышестоящих. Вы это можете, потому что так правильно и грамотно устроен маркетинг план. Кто это понимает, поставьте в чате пятерочки. Никогда не смотрите на спонсора. Да, если, конечно, если он вас вдохновляет, то да, смотрите, слушайте, но спонсор только для благодарности ему, что он вам привел вас в этот бизнес, показал путь. не все пятерки ставят, не все, смотрите. Ребят, еще очень важный момент, когда у вас пойдет дело хорошо, смотрю, что многие сейчас переживают, что не получается разместить личный заказ на 150 баллов. У кого такая проблема есть, поставьте в чате плюсики. У кого есть проблема, что вы не можете, не умеете, у вас не получается собрать заказ на 150 баллов. У кого такая проблема существует? Не пойму, плюсики, это что у вас? Не получается, да? Так, вижу, есть такие люди, это нормально. Теперь давайте задам вам следующий вопрос. Только честно, вот положа руку, да, на Библию, Арифлейм, на 10 уроков на салфетках. Скажите мне честно, вы сами пользуетесь только продукцией Арифлейм? Или до сих пор еще бывает, что вы ныряете в магазин и какие-то товары покупаете там? Только честно, давайте, рассказывайте. Вы только пользуетесь Арифлейм, уже смогли, да, перестроиться, подгадать, чтобы не было такого, что паста кончилась, а заказ придет только там через неделю или через 3 дня, а зубы чистить надо сегодня. Уже вы настроились так, что, да, у вас в запасе всегда стоит тюбик пасты, флакончик шампуня. Бывает, ныряю, ага. Вот смотрите, первый шаг, как говорится, хочешь изменить мир, начни с себя. Первый шаг – это полностью поменять свои привычки, просто найти для себя портфолио, в котором вам подходят продукты из огромного ассортимента Арифлейм. И когда закончатся старые продукты, да, вы уже их не покупаете, а идете и покупаете через свой собственный интернет-магазин. Да, Наташа, у меня иногда люди приходят домой, а у меня стоит полка, я прям выделила одну полку, и там стоит продукция Арифлейм. И мне все говорят, ого, вот это у тебя склад, хотя не склад, полочка маленькая, я на нее смотрю. На самом деле эта продукция для меня в запас, для себя, для своего личного пользования. И немножечко продукция для клиентов, кто еще не успел забрать, или попозже попросили принести, потому что когда идут акции, например, как сейчас идет акция ВАО осень, то я естественно по этой акции взяла себе 5 масел чайного дерева, до этого брала по акции были шампуни, кондиционеры по выгодным ценам, естественно я беру по максимуму, потому что такой продукт расхожий, лучше его взять заранее, чем потом покупать в 3 раза дороже. Пусть он лучше стоит, как говорится хлеба не просят. Это выгодное, очень классное вложение денег. Что за масло, с чем его едят? Ну его есть в принципе не нужно, его лучше наносить как наружное применение, но частично можно и внутрь применять, но желательно не глотать. Да, чтобы изучить продукцию хорошо, ее нужно приобретать, то есть брать продукцию и пробовать. Мне очень понравилось, недавно мне звонит наш новичок Аня Иванова и угарает, говорит, уговаривала сестру целый час, двоюродную, купить что-то из каталога Орифлейм, ну как бы электронный каталог, когда первый раз человек видит, ну не очень комфортно, непонятно какой цвет, как это все будет выглядеть, но все-таки она рискнула и выписала самый неожиданный продукт, помаду и карандаш для губ, и Анютка ей отнесла, и на следующее утро ни свет, ни заря, сестра звонит и пищит от восторга, Аня, какая прелесть, сейчас попробовала карандаш, помаду, как он ложится, вообще не растекается, как по маслу, как хорошо лежит, вообще супер, давай еще что-нибудь закажу, хочу пробовать теперь Орифлейм, до этого не пробовала, представляете, есть еще такие люди, которые не пользовались Орифлейм, не знают, что это такое, поэтому ваша задача, главное, самим попробовать, чтобы у вас был собственный опыт, опять же, помните, я говорю, опыт общения, опыт применения продукции, тогда, да, когда есть собственный опыт, а не просто вы картинку посмотрели, но красиво, да, а вот когда вы можете вкусно, вкусно передать свои эмоции, вот это круто, когда вы можете передать ощущение от применения, вот это круто, мы вчера поехали к родителям, я, значит, взяла с собой скраб, аппарат скин-про, не поленилась, потащила, давно маме хотела чистку сделать хорошую, представляете, маску взяла и вчера ей сделала чистку, вы не представляете, у меня мама на глазах прям помолодела, хотя сделали элементарную, да, не салонная процедура, обычная, домашняя, буквально, да, вот на ходу, какая она стала миленькая, щечки розовенькие, поры свет, то есть кожа серость ушла с кожи, она говорит, слушай, а на ощупь какая приятная, вот, такие вот дела, да, как бы, надо человеку давать пробовать, тут же, значит, невестка сразу, ой, а что это ты делала, я тоже хочу, и все, вот, оно пошло вовлечение, так что учитесь, начните с себя и рассказывайте вкусные истории людям, делитесь своими ощущениями и опытом применения, и когда люди увидят, что вы начали меняться, а вы не можете не поменяться, когда вы начинаете пользоваться рекомендациями, которые дают наши косметологи на тренингах по красоте Наталья Григорьева и Анна Салимова, когда они по средам для вас выступают, это не просто для того, чтобы заполнить время тренингом, ребят, кто внимательно изучает эти тренинги, учатся таким классным фишкам применения продукции, что даже я иногда слышу для себя что-то, чего я раньше не знала, хотя уж вроде бы, ну кажется, все знаю, уже эту тему изучила вдоль и поперек, показывать постоянно что-то новенькое, девчонки находят, поэтому запишите себе среда, это мой день, когда нужно изучать продукцию, слушать спикеров, задавать им вопросы, чтобы потом эту информацию передать людям, ребят, и тогда у вас вопросов с заказом точно не будет, вам даже не придется бегать с каталогами по чужим людям, вам достаточно будет обработать свой близкий круг, перевести их к себе, чтобы они из обычного магазина перешли в ваш онлайн-бутик, вот и вопрос решенный, поэтому дело, как говорится, времени и техники, где узнать все новости и всю информацию необходимую, ребят, смотрите, заходите в личный кабинет, и вот тут вот прям, вот они, новости, их тут много, вы можете нажать кнопочку еще новости, а внизу еще куча акций, то есть вам нужно просто элементарно заходить в свой офис, вот я считаю, что личный кабинет, я, например, сегодня приехала, когда я села делать планерку, у меня было буквально 15 минут, первое, что я сделала, я зашла в личный кабинет, посмотрела результаты, посмотрела, какие акции, что интересного, и я уже в курсе, что сейчас происходит в команде, какие новости, какие спецпредложения, что стартовая программа продолжается, и в ней сейчас уже 5 человек успешно прошли первый шаг, давайте поздравим, ребят, у нас есть в комнате люди, которые в этом каталоге прошли первый шаг, или получили подарок за первый шаг, давайте им прям поаплодируем, а вы признавайтесь, кто это, кто это сделал, кто второй шаг прошел, кто идет по стартовой программе, пишите, я, прям крупными буквами, потому что вас тут много уже, я вами горжусь, потому что вы соберете целое портфолио продукции из разных категорий продуктовых, да, из серии The One, из серии Giordani, у вас будет возможность попробовать серию по уходу за телом, за лицом, и самое главное, витамины у вас будут, это же вообще круто, вам аплодисменты, у нас рывок сделала, не вижу, Ряшина Наталья, молодчина просто, огромная, прошла первый шаг, Гришина Наталья, второй прошла, кто еще по стартовой идет, давайте хвалитесь, хвалитесь, это очень круто просто, проходить стартовую программу, потому что если сами пройдете, что вы получите, опыт, вы получите опыт, третий шаг прошла, Ксюшка, молодчина, это супер серия Giordani, вообще обалдеть просто, вы получите опыт, первое, как его проходить, у вас будет уже опыт, как набирать 100 баллов заказ, вы сможете этому учить своих партнеров, а самое главное еще второе, что вам будет уже чем похвастаться, что вы получаете за 200 рублей, такие дорогие, роскошные наборы, естественно, когда вы покажете своим знакомым, родственникам, коллегам по работе, новичкам, то что будет с ними? Возникнет желание получить то же самое, согласны? И с чего вам нужно делать? Смотрите, наши шаги очень простые, вам нужно понять суть бизнеса, изучить бизнес-школу, основательно, я заметила такую тенденцию, что многие люди начинают бизнес-школу, начинают проходить первый урок, и что-то недопоняв, у них когда как-то не понимают, зачем создавать много почт, а зачем делать много страничек, а что вот это, и недопоняв, не задавая вопросы, они просто берут и бросают. Я поражаюсь людям, вы знаете, вот вы когда покупаете, например, телевизор, к нему есть инструкция, и вы, например, видите, что на пульте так много кнопочек непонятных, что написано не по-русски, вы что говорите? О нет, это не для меня, и вообще непонятно, зачем так много кнопочек, и вы что, берете и выкидываете пульт управления телевизором, и не смотрите телевизор что ли? Сидите, небось, разбираетесь, доля поперек, а как эта кнопочка работает, а как меню открыть, а как это сделать, а как Wi-Fi подключить на телевизор, правильно? Я поражаюсь, как люди даже не идут дальше, чтобы понять, зачем это. Это просто пошаговая инструкция, что нужно делать, чтобы создать инструменты для работы. Самое удивительное, что не задают вопросы. Ребят, поэтому я хочу сказать, что если вы хотите добиться успеха, то вам нужно докопаться до сути, пройти бизнес-школу, потому что если вы полезете сами на канал YouTube, будете все подряд смотреть, то вам не хватит трех жизней, чтобы пересмотреть все обучающие ролики. В бизнес-школе есть основа, костяк, что нужно делать, чтобы уже стартануть, потом в процессе вы еще доработаете, поймете, наберете знаний еще нужных. Но самое главное, есть в этой школе. Есть. Далее вам нужно составить план действий. Можно самому это сделать, но лучше с наставником, потому что ваш наставник четко знает, что нужно делать, сколько действий, какой результат вы должны ожидать от этих действий. Потому что согласитесь, что каждый человек запоминает такую цифру, что мне нужно получить одну регистрацию в день. У кого такое есть? Что нужно одну регистрацию в день получить. Но как ее получить? Не все, как говорится, выводят свою статистику. Как я рекомендую это делать? Первое время вам нужно ставить таймер на действия. То есть считать, сколько действий за какое время вы успеваете сделать. Это первое. Далее. Вы должны вывести свою статистику, какое количество действий вам дает результат, одну регистрацию. И затем вот эти количества действий нужно делать быстро, то есть ускоряться, отсечь ненужное, научиться концентрировать свое внимание на одном действии, не отвлекаясь, чтобы был быстрый результат, точечный такой, знаете. И потом у вас будет каждый день легко получаться одна регистрация. Согласны со мной? Потому что многие начинают чуть-чуть поделали в ВКонтакте, чуть-чуть поделали в Инстаграме, чуть-чуть зашли вдруг вокруг, чуть-чуть в одноклассниках тыкнули, чуть-чуть там, как вы знаете, как в сказке про колобка, по сусекам пошкребла, по полам помела, там с полок собрала, колобка слепила. Это в сказках, ребят. Вам нужно четкие, конкретные, спланированные действия. Потому что если мы говорим о построении бизнеса, то в бизнесе нет мелочей, здесь нет ошибок, мы не можем допускать ошибки, и мы не имеем права расточать свое время, потому что у нас его достаточно ограничено. Если вы будете просто, да, бесцельно проводить время в интернете и говорите, что я тут работаю, но при этом у вас нет одной регистрации в день, то я вам могу сказать, что вы пока еще не работаете. Вы пока тусите, пробуете, присматривайтесь. Но работает тот, кто знает, что он сейчас садится перед компьютером, и он знает, каким надо открыть вкладки, с каких вкладок что сделать, какое количество действий, и он знает точно, что у него сегодня будет одна или две регистрации. Это четкий план. Ребят, здесь все понятно с планом? То есть, ваша самая основная задача это наладить поток людей в свою команду. Потому что, если потока не будет, то, соответственно, вы не соберете команду, вы не соберете свой костяк ключевой. А в этом весь смысл. Это идея бизнеса собрать ключевую команду и научить их делать то же самое. И только создавая потоки людей большие, вы соберете ключевую команду. Почему вы не задаете никаких вопросов, мне интересно? Вам все понятно, ребят? Есть какие-нибудь вопросы по тем темам, которые я сейчас озвучиваю, по этим аспектам? А что тут заслушиваться-то? Спрашивайте, что интересно. Естественно, действия каждый день и нацелиться на самый большой результат. Просто позволить себе больше. Вы знаете, мне хочется вам донести такую информацию, что вы получите то, что вы себе позволите получить. Понимаете? И если вы еще до сих пор не директор и не менеджер, и даже не поднялись на какой-то процент, и не собираете заказы, и не можете регистрировать людей каждый день, то вы просто пока себе этого не позволили, вы не впустили в свою жизнь этот бизнес. Пока вы его не впустите на 100%, чудес происходить никаких не будет. Ребят, деньги на голову не будут вам падать просто так. Вы должны взять на себя ответственность. Ответственность – это ваш бизнес. Научитесь этому это делать. Просто научитесь это делать. Вот смотрите, представьте, если бы вы открыли, например, свою фирму какую-то, может быть, магазин, турагентство или парикмахерский салон, ногтевую студию, да вообще что угодно. Ребят, если бы вы открыли свой бизнес, вы бы смогли бы просто так, да, проходить мимо него, не заглядывая, как там дела. Вы бы смогли бы каждый день утром просыпаясь, не бежать быстрее туда и проверять, как там, всё ли в порядке, достаточно ли продукции, материалов необходимых, всё ли есть и так далее, и так далее. Смогли ли бы вы так жить? Скорее всего, нет. Потому что вы бы вложили огромное количество денег, и вы бы с утра до ночи, с ночи до утра, вы бы только и думали, как бы раскрутить этот бизнес, чтобы он начал приносить прибыль. Так что вам мешает понять, что вы сейчас открыли свой бизнес и начать его раскручивать на полную катушку? Кто вам мешает, кроме как только вы сами? Я считаю, никто. Поменяйте отношения, потому что многие из вас относятся так к этому бизнесу. Я могу сказать только одно, что с таким отношением результата не будет. Поменяйте отношения, и вы увидите, что всё начнёт меняться. Мы часто все говорим такую фразу, и все лидеры говорят, возьмите ответственность на себя. Ребят, как вы это понимаете? Вот все это говорили, и я, когда только начинала, возьмите ответственность на себя, возьмите ответственность на себя. Как вы это понимаете? Что значит ответственность взять на себя? И кто считает, что он взял ответственность? Жду обратной связи. И будем сейчас с планёркой закругляться, потому что у нас сегодня тема очень-очень-очень интересная. Тема называется «Альфа-лидерство». То есть это как бы продолжение этой темы. «Делать всё самому и делать правильно». А ещё кто как считает? «Не обвинять никого». Супер! Ещё кто как считает? «Работы и выполнять самому». Ещё учиться, учиться и учиться. Главное не переучиться, потому что есть люди, которые учатся, но не применяют. Это не тот случай, ребят. Это не институт. Это не училище. Не школа. Ребят, это бизнес. И здесь нужно моментально что-то узнали. Это нужно тут же передать и рассказать своей команде. Моментально. Вы должны вот это правило пятёрки, правило пяти касаний, вы его должны внести в свою жизнь на полную катушку. Что значит правило пяти касаний? Вот вы что-то сейчас услышали на планёрке, ценное, интересное. Вы должны тут же рассказать это, передать пятерым людям. Кому хотите. Можно сказать, слушай, мне вот надо срочно рассказать, а вот ты мне попалась под руку, можно я тебе расскажу? То есть у меня такое задание. Что-то узнали, вы должны тут же пятерым людям передать. Правильно. Выполнять правило трёх П. Бери и делай, не ищи отговорки. Правильно. Ответственность, ребят. А ещё я бы так сказала. Вот смотрите. Мы когда стали работать вдвоём с Олей и Мальцевой, мы пришли в интернет. Вдвоём. Никто из команды нас не поддержал. Никто не понимал, что такое интернет. Никто, ни спонсоры наши, ни наши команды, никто не хотел перестраиваться. То есть люди хотели, да, как бы продолжать делать то, что у них уже получается и давало хоть какой-то результат. И когда мы пришли вдвоём и начали делать с нуля, без помощи, без опыта, без знаний, вот тогда мы в тот момент на 100% взяли на себя ответственность. Потому что мы поняли, что если не мы, никто за нас не сделает, никто за нас не проведёт презентацию, никто не пригласит людей на неё, никто не сделает сайт, никто не поймёт, как сделать свою форму, как устроить систему, чтобы люди, войдя в проект, получили и обучение, и знания, и достаточно по простой схеме, чтобы не каждого индивидуально учить, а чтобы люди могли обучаться этому удалённо и, да, дистанционно и самодостаточно. И у нас получилось, ребят, да, мы не спали ночью, мы пахали как кони, просто чтобы понять, создать эту систему. Даже элементарно просто нужно было понять, как вот арендовать вот эту вебинарную комнату, как её там проплачивать, как с ней работать, как записывать эти ролики. То есть мы изучали всё сами, абсолютно с нуля. Сейчас, конечно, проще, потому что всё готовое, и масса информации на канале YouTube. Вы можете, да, просто любой человек может прийти и разобраться. Но я вам сейчас говорю про ответственность. Вы должны взять ответственность за своих партнёров, за свой бизнес, за свой результат. И не спонсор вам должен регистрировать к вам людей и помогать. Если спонсор помогает, просто вы ему говорите благодарность. Если спонсор не помогает, вы ему всё равно говорите благодарность за то, что вам показал путь. Договорились? И маленькое вам наставление, если вы хотите быстрого роста, мощного карьерного роста, то я вам рекомендую приглашать в бизнес знакомых. Это самый мощный, самый мощный, самый быстрый способ организации команды. Я быстрее способа ещё не видела. Самый важный такой момент, который вы должны знать. Вот эта фраза, что знакомые наших знакомых никогда не закончатся, это золотая фраза. И о чём она говорит? Если вы написали свой список знакомых и проработали его, мне кто-то вчера, по-моему, сказал, что делать, у меня закончились знакомые. Знакомые закончились? Ребят, круто! Самое смешное, что никогда ваши знакомые не закончатся, а знакомые знакомых и тем более. Вам нужно учить ваших новых партнёров составлять список знакомых и учить их грамотно приглашать их знакомых на встречи с вами. Всё. Вот он, секрет бизнеса. Он настолько простой и понятный. Если вы это ещё сдублицируете, то сделайте сами, убедитесь, что ваша команда повторяет эти действия чётко, то у вас пойдёт быстрый, мощный карьерный рост. Обязательно должна быть дубликация. Чему-то научились? Учите этому своих партнёров. Всё понятно? Скажите честно, у нас вот встреча была в офисе, и нам девочка новенькая пришла и говорит, я боюсь звать знакомых. Я их не буду пока звать, потому что у меня нет результата, и я не знаю, что им говорить. Я, говорит, пока сама вот так попробую, а потом их позову. Мы начали все смеяться, как будто сговорились. Она говорит, что вы ржёте? Мы говорим, ну, понимаешь, пока ты будешь набираться опыта, мы твоих знакомых позовём, потому что мы и своих зовём, мы и в интернете работаем. И когда ты кинешься их звать, то они уже будут все у нас в командах. Ребята, и тут же прям, знаете, вот прям моментально исполнились наши слова, которые мы сказали. Тут есть в комнате Наташа Григорьева, Миша Булавцев присутствовали при этом. Она говорит, ну, одну знакомую всё-таки позвала. Мы с ней договорились, что я с вами увижусь, позвоню и вам передам трубку, вы объясните, что нужно делать. Вы можете себе представить, она созванивается, передаёт мне телефон. Я начинаю разговаривать, провела собеседование, начинаю рассказывать, что это Арифлейм. Девочка уже готова с нами работать. Я ей говорю, это фирма Арифлейм. Может быть, у вас был какой-то опыт сотрудничества? Она говорит, да, я буквально месяц назад присоединилась, сейчас разбираюсь, прохожу обучение. Вот вам и яркий пример. То есть, да, не бойтесь звать своих знакомых. Позовёт кто-то другой, а вы потом что будете делать? Да вот что вы видите на картинках. Будете вот так вот волосы на себе рвать и говорить, ах, что же я балда такая не позвала её раньше. Поэтому не уподобляйтесь вот этим людям, а уподобляйтесь вот этим, которые зовут своих знакомых и знакомых других к себе в команду. И благодаря этому бизнес становится сильным, крепким и мощным. Ребята, и на этом наша планёрка заканчивает. Сейчас будет интересная тема про альфа-лидерство. У меня к вам вопрос. Что вы сделаете прямо сегодня? На что я вас, может быть, вдохновила или вы сами вдохновились? Что вы сделаете прямо сегодня для того, чтобы последующие две недели каталога дали мощный результат? Такой результат, которого вы, может быть, даже сами и не ожидаете. Пишите все в чат. Через две минутки буквально я к вам возвращаюсь. Сейчас налью себе чашечку чая, чтобы было комфортно. А вы напишите, что вы сделаете прямо сегодня для своего потрясающего завершения каталога. Ну и, конечно, для своего будущего, потому что это всё связано.